Здравствуйте, меня зовут Евгений Додолев, в эфире программа «Золотая рыбка». И в гостях у нас сегодня человек, чьи работы бесспорно входят в золотой фонд советского кинематографа. И не только это повод для нашей встречи, еще через 4 дня буквально 75 лет нашему гостю, юбилей. Евгений Стеблова в эфире. Здравствуйте. Здрасте, здрасте. Как будете отмечать такую дату? Не знаю, что же сейчас во время эпидемии отмечать, собираться нельзя. Ну, вы знаете, я думаю, что вот мне грех жаловаться на внимание к себе со средств массовой информации. Ну, вот как-то, наверное, будто освещать. Ну, я не представляю, потому что я много уже, и 50 лет отмечали, и 55, и 60, и 65, и 70, и вот сейчас 75. Ну, в принципе, меня удивить уже ничем нельзя. Надеюсь, что какой-то сюрприз будет, может, мне порадоваться дадут. Но вы сюрприз ждете от своих воспитанников? Ну, в институте-то, они же сейчас тоже на удаленке. Причем, когда мне еще во время первой волны позвонил ректор и говорит, Евгений Юрьевич, а вот онлайн можно вот какие-то занятия проводить? Я говорю, ну, дорогой мой, ну, как можно в театральном институте обучать актеров онлайн? Я говорю, это, знаете, все равно, что секс по телефону, это нереально. Ну, единственное, что можно делать, это вот, когда на втором курсе там есть раздел, когда отрывки начинают, они репетируют отрывки, можно разбирать эти отрывки. Ну, застольный период в театре это называется. Ну, и все. А это очень мало. У меня, я руковожу мастерской, у меня есть заместитель по мастерской Леонид Юрьевич Удалов. Потом я, значит, двух своих выпускниц, которые вот предыдущие, я их выпустил, замечательно работаю, двух девочек очень одаренных. Я их пригласил в педагоги, они замечательно работают. Вы учебные заведения такие не озвучили? А, это ИТИ, Институт театрального искусства. Теперь он имени Кобзона. Имени Иосифа Давыдовича? Да, потому что я изначально тоже, когда, сколько я там уже, седьмой год или восьмой, когда меня пригласили, я не очень был в курсе дела. Оказывается, Иосиф Давыдович, он принимал участие, ну, как в организации этого института. И потом вот он, все его вспоминают, там хорошее издание, он сразу говорит, ну, лифт надо сделать. Сделал лифт, сразу это дело как-то было. Потом у него был там маленький курс для души, вокальный курс. Ну, я думаю. Да, ну, вообще, он как-то остался в памяти добрый был человек и вспомогательный такой. Все, кто к нему обращался, он всем, в общем, помогал. В этом году многие ушли. И Джигарханян, и Роман Виктюк. В каком возрасте человек должен вообще задумываться о смерти? Есть вот какие-то вот показания взять и думать, что будет, как будет, как готовиться? Ну, это зависит от человека, конечно. Вообще, когда вот ребенок первый раз сталкивается со смертью, похороны, вот, да, особенно раньше, сейчас вот отпевают в церквях, вернулись к этой традиции, слава богу. А когда в советские времена оркестр надрывный такой это был, это, я помню, когда впервые я с этим столкнулся, будучи мальчишкой, это, конечно, меня пугало. Вот. Ну, а потом как-то я стольких коллег перехоронил, царство небесное. Уже как-то свыкаешься с этим. Я думаю, что в каком возрасте, когда ты осознаешь, что я человек православный, верующий, и я понимаю, что для меня жизнь вечная. Ну, если на то воля Божья будет. Ну, в принципе, она вечная. Я это где-то осознал примерно так, около 30 лет. Мы в 33 года с моей покойной женой Танюшей, мы с ней крестились, потому что с рождения был не крещён. Родители были, ну, советские люди, и они, значит... Атеисты они? Ну, я не могу сказать, что они были атеисты, но они не были крещённые сами. Хотя дедушки, бабушки, они, конечно, были крещённые, но... То есть вы крестились в возрасте Христа, получается? Ну, да, 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 да. 33 года в храме в Сокольниках, сзади метро. Я помню, это такой очень светлый был момент с Танюшей. Мы поехали на трамвай, мы недалеко там жили, и поехали на трамвай, приняли крещение, потом приехали, завтракали, я помню всё это. Да. А вот все ли, вы сказали, что многие ваши коллеги, друзья ушли, все ли они, говоря о жизни вечной, попали в рай? Ну, кто это знает? Кто это знает? Это никто не знает, один Господь знает. Это для нас сокрыто. Вы знаете... Даже, извините, есть анекдот, анекдот такой есть, что, значит, одна актриса представилась, и, значит, апостол Пётр там в дверях, и, в общем, её определили в ад. А она говорит, а там сначала же, ну, как это, есть такое представление, что сначала там рай показывает, и вот она смотрела рай, говорит, ну, вот одна актриса наша, вон, я вижу, она в раю. Он говорит, ну, какая она актриса? Я к чему-то... К чему мы говорим? Михаил Олегович Ефремов, для которого, вы знаете, этот год сложился, очень крайне. У меня всё время на вопрос о его образе жизни. И Пьер говорил, что ему афонские отцы говорили, что, офигеете от того, кого в раю встретите. Да. Что нам не дано предугадать. А что вы считаете вот реально таким грехом, который простить нельзя? Ну, это я не знаю. Вот в вашей системе координат мы говорим не про традицию, не про заветы, а вот то, чего вы не готовы простить. Да я всё готов простить. Вы всё готовы простить? Да, я вообще... Ну, как сказать, я легко прощаю. Я считаю это бессмысленно, что такое не прощать. Это больше разрушает твою душу, чем это наносит какой-то ущерб тому, кого ты не прощаешь. Даже предательство? Ну, а что делать? Сказано, возлюбите врагов своих. Вот в христианстве есть такое... В исламе, кажется, этого нет. А вот в христианстве есть возлюбите врагов своих. Это, кстати, вот есть такое село Анафонский, святой. Значит, он считал, что пока вот врагов не полюбишь, ты не христианин. А у вас есть враги? Ну, я не знаю. Ну, я не знаю. Так можно... Я думаю, может, есть кто завидует. Вот это... Но это... Никто же не говорит в лицо об этом. За что могут завидовать Евгений Юрьевич? Как вы считаете? Ну, вы знаете... Славе вашей? Вашему успеху? Ну, вы знаете, мне грех жаловаться на судьбу, потому что я никогда ничего для карьеры не делал. Вот все, что я обрел своим годам, то это мне как-то... Ну, все с Божьей помощью. Я ничего... Ну, мне приходило какое-то предложение. Я его или принимал, или не принимал. А произошло это, потому что в 17 лет я вот пришел в кинематограф. Это вот сначала эпизодик в фильме «Первый троллейбус», потом «Я шагаю по Москве», потом «До свидания, мальчики», а это уже главные роли, которые... В картинах, которые стали киноклассикой. Культовые абсолютно. Да, да, да. И дальше были тоже достаточно какие-то известные картины. Вот. Поэтому а так как это я был... «Я шагаю по Москве», это на втором кур... Я только перешел с первого на второй курс. Вот. И потом... С первого на второй курс чего? Уточните. Театральный институт имени Бориса Васильевича Щукина. Да, Щукинский, да. То, что сейчас называют «Щукой», хотя ректор покойный Борис Евгеньевич Захава, народный РТССР, он терпеть не мог, когда так говорили. Он гневался так. Он был очень температурный раненый человек и театральный училищ имени Бориса Васильевича Щукина. Вот. Так что к концу института у меня уже было в кино наверное четыре главных роли. И в общем, даже после первых этих двух своих главных ролей «Я шагаю по Москве», «До свидания, мальчики», я могу сказать, что я уже был в кино профессионалом. Хотя в театре еще нет. В театре я был еще салагой полной. А в силу того, что уже у меня было что ли имя, какая-то известность, и когда я стал работать в театре, то тоже мне предлагали в общем достаточно выигрышные роли, центральные. А я не был в общем готов. Знаете, я себя ощущал такой лошадью на скачках, на которую все время ставят, а я чувствовал, что у меня и сил нету. И в общем в 23 года я уже нервное истощение заработал. Это ваш собственный диагноз, или вам его озвучили? Нет, я год не работал, лежал. Знаете, это такой диагноз неопределенный, потому что у меня прыгал очень сильно давление, и никто толком не мог... В 23 года? Да, и я лежал... А вообще все промыслительно. Я лежал в клинике Мясникова, в старом здании, и почему-то меня в общем по ошибке положили в кардиохирургию. И у меня там сразу стало легче, потому что там рядом люди почти каждый день там уходили из жизни. И вам легче стало? А потому что я себя просто симулянтом стал ощущать рядом с ними. Это видно как-то на психику подействовало. И я видел там примеры таких каких-то любовных историй, ну, конечно, платонических, как какие-то влюбленности. Я там месяц, наверное, лежал. А потом я понял, что мне как-то показали что-то там. Почему я сказал божий промысел? Потому что у моей Танюши, моей жены, у нее было больное сердце. И потом мне пришлось с этой темой столкнуться и операцию на сердце у нее была такая радикальная. Я вместе с ней это все переживал. Гораздо позднее я уже сам пережил две операции на сердце, но закрытые. Это гораздо более щадящее дело. Не открытые операции, закрытые. Это через сосуды. Ну вот. В общем, я с этой темой плотно знаком достаточно. Сердечный? Да, да, сердечный. И вот я потом уже подумал, как интересно, что мне это показали. Вот когда я еще был совершенно молодым человеком. вы вы когда про платонические отношения упомянули, я вспомнил историю ваших отношений платонических, насколько я понимаю, с Машей, как вы ее называли, Вертинской. С Марианной, да. Вас, ну вы ее просто почему-то называете? Машей, то есть ее так называли все друзья, да, все Маши. Вас останавливало от этого шага, от платонических отношений к чему-то вот этот бренд Вертинский или это не имело значения? Нет, нет, никакого у меня такого пиетета не было. Нет, у меня был огромный пиетет к ее отцу и вообще к этому имени. Я шагаю по Москве, это я снимался параллельно, в учебе, а потом на достоянии мальчики там надо было уезжать в киноэкспедицию и мне пришлось уйти в академический отпуск. Я, конечно, жутко переживал, потому что я боялся институт потерять. Вот. И экспедиция была очень тяжелая, в Афпатории мы снимали в холод все эти пляжные сцены, в общем, там не было в гостинице горячей воды и нас отпустили. Я говорю, мы, это вот я главный герой, потом второе, ну, три героя, там, три друга, значит, Володя Белов, я потом Коля Достали играл, значит, Сашку Кригера и Царство Небесное, Миша Коннов играл, Витьку Аникину. и нас отпустили в Москву, дня на три, что ли. Я помню, что мы летели на военном самолете из Афпатории, потому что не было билетов, и нас пристроил директор картины на военный самолет. А там, значит, летчики, они нам говорят, хотите, мы вам невесомость сделаем, покажем вам, что такое невесомость. Вот. Ну, они, значит, яму такую делают резко так вниз, яму и вверх. И вот этот перепад получается эффект невесомости. И мы, я испытал это, вот, просто вот расправив руки, лег на воздух на высоте примерно полтора метра, и мы так поплыли над этими креслами пассажирскими. Так вот, к чему это все? Это к Маше Вертинской. И я на следующий день просыпаюсь в своей коммунальной квартире, значит, на проспекте Мира, напротив Рижского вокзала. И вдруг, значит, коммунальный телефон, звонок по телефону, и звонит Маша. И так, как будто, как ни в чем не бывало, она говорит, что ты делаешь сейчас? И я говорю, да ничего. Она говорит, ну, приходи ко мне. Вот. Я говорю, хорошо. значит... Я перебью, вы знали, где она живет? Приходи ко мне? Да, квартира, сейчас там доска висит, мемориальная отцу Александра Николаевича, вот, рядом с Ельсеевским магазином. Ну, а это был праздник, там все оцеплено было, тоже демонстрация. Первый мая? Да, 1 мая, да, демонстрация. Но так как я вырос в Рижску вокзал, это недалеко, в общем, особенно по теперешним меркам от центра, то я все дворы проходные знал, и, в общем, я добрался, я помню, я лез через ворота закрытые во дворе Елисейского магазина, а я одел костюм, раньше же джинсов не было, а так вот, что можно было, ну, рубашку, там, какой-то галстук, и, значит, костюм. И боялся его порвать, когда лез через ворота. И вот я, Маша меня принимает в кабинете отца, ну, это, конечно, на меня тоже вот впечатление очень какое-то незабываемое оставило, что я, значит, сидел в этом месте, в кабинете отца, и она мне дарит фотографию свою. И она пишет, с другой стороны, милому, чудному Женечке, ну, от Маши, там, что-то, и ставит ударение, что чудному, чтобы не читал. Не чудному, да. Не чудному, да. Да, да. А после я шагаю по Москве, все меня так, значит, ой, какой симпатичный, такой, и чудной вроде, и как-то, и мне это немножко уже надоедало. Да, да. Надоедало. Мне хотелось быть каким-то... Чудным. Да, 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 да. И вот, и, в общем, короче говоря, вот это, а моя партнерша по «До свидания, мальчиков», царстве небесное уже сейчас, Наташа Богунова, ей было тогда 15 лет, она окончила, то есть она училась еще в Вагановском училище, это, балетном. Просто поцелую. И вообще «До свидания, мальчики» это был первый фильм, где на экране была близость несовершеннолетняя героиня и старшеклассника, значит, героя. И мы получали со всего Советского Союза письма, некоторые негодующие, мол, как можно это показывать, там, что, хотя это было настолько целомудренно, и там просто, ну, Леван Паташвили, выдающийся оператор, он так это красиво там снял, там, в общем-то, и ничего нету. Просто потом на дубляже я, на звучание я больше голосом сыграл, что я не могу тебя так оставить. Вот. Ну и, ну, она девчонка совсем была. Я тоже особого опыта не имел в любовных делах, но был такой, ну, как сказать, то, что на жаргоне называется «Динамо крутить я умел». Вот. А так вот, что-то дальше, там, серьезное, я дрефил. И, значит, и, конечно, вот это, я, в общем, так как мы с Машей работали, она постоянно моя партнерша была в институте, во всех работах. Картинская. Да, да, да. И я, значит, играл с ней. Я, психологически, я играл с ней. А я очень волновался, потому что надо было, Михаил Наумович Калик, он, конечно, выдающийся режиссер «Царствие ему небесное», он снимал все на крупных планах. И вот мне надо было на крупном плане сыграть эту любовную сцену. Причем, значит, женщины в киногруппе, там, ассистенты, там, они мне в одно ухо говорили, вот ты должен быть нежным, но не инфантильным, мужественным, но не грубым. В общем, у меня уже ум за разум зашел. Вот. И я, а снимали все это отдельно, и, в общем, я играл какие-то сокровенные слова. На крупном плане я смотрел на гайку под штатив кинокамеры и должен был сыграть, вот как будто я, значит, с партнершей. Вот. И сыграл все, и вот уже, когда вот некоторое время назад, вот сейчас, прошли долгие, многие годы, и мне жена моего друга, Инночка, она мне, она картину раньше не видела. Вдруг по телевизору ее, значит, показывали, она увидела, она говорит, Женя, сколько тебе тогда лет было? Я говорю, по-моему, 18. Вот. Она говорит, как же ты так глубоко и тонко сыграл вот эту, вот эту сцену? Я говорю, смотрел на гайку под штатив. Вот этот секрет. Да. А вообще, я хочу сказать, что наша работа, она таинственная, потому что я сам не знаю, как я некоторые вещи сыграл. Ну, не знаю. И я не очень, не очень, я сразу не понимал, что, например, я, когда я шагаю по Москве, там, после этого фильма все главные роли таких вот героев молодых предлагали на всех студиях страны или мне, или Никите Михалкову. и мы пачками отказывались от этих сценариев. Неудобно разговаривать. И со мной. А я даже не понимал, в чем прелесть моя. Я не понимал, я, так сказать, не кокетничал, я, ну, 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 как бы я признавал этот успех, но в чем его суть? Мне вообще казалось, что каким-то обманом все это получилось, и скоро этот обман раскроется и будут бить. умеет. Да, 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 да. Ну, потом, когда я в очередной раз выступал на встрече со зрителем, лет через семь, не раньше, я вдруг, смотря сцену свою там, из зала, когда вот, ну, там выступаешь, потом отрывок показываешь, ну, вот, очередной раз, смотря на сцену, на себя, на экране, вдруг до меня дошло, и вдруг я понял, что я там действительно лихо играю. А до этого я просто искренне говорю, не понимал, потому что, когда ты внутри работы, очень трудно посмотреть глазами зрителя. Вот, зритель все-таки иначе воспринимает. Вот, потому что ты знаешь, чего ты хотел, а то, что ты хотел, на сто процентов никогда не получается, потому что эти хотелки есть и у оператора, и у режиссера, и вот эта совокупность всего, в общем, образует тот успех или не успех, так. Поэтому и вообще успех, он для меня всегда был неожиданен. Очень часто у меня, собственно, не было провалов ни в кино, ни в театре. Такого вот не было. Но очень часто было то, что вот как-то я делал, ну, я искренне, честно отрабатывал то, что нужно, но я особого значения не придавал, и вдруг успех. А там, где я вот настраивался, что это вот должно быть что-то такое, очень, да, вот, ну, нормально, более того. Ну, вот так. Евгений Юрьевич, у нас программа заканчивается тем, что гость, вы озвучиваете пожелания дяди Володи, нашей золотой рыбки. Да. Пожелания? Да. Какое у вас есть пожелание? Ну, какое, особенно сейчас. Да. Ну, здоровья нам всем, всем, особенно семье, конечно, и сыну моему, монаху Соловецкого монастыря отцу Фотию, Сережа, теперь отец Фотий. Конечно, самое большое, и здоровье, и крепости духа. Ни в коем случае не впадать в уныние. Вы знаете, что по традиции не поздравляют с днем рождения накануне, поэтому я воздержусь от поздравлений, вот, но присоединяюсь к вашему поздравлению здоровья, долгих лет жизни, новых ролей. А 8-го числа я выпью чашечку кофе за ваше здоровье. Спасибо, что пришли. Спасибо вам. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok